Всем привет! Впереди вас ждет очередной ФФА-сериал в мире Сидмейрс Цивилизейшн 5. Партия на восьмерых и получилось собрать не только сильных соперников, но и сильные нации. Так я играю за Китай против Биохазарда, который играет за Данию, Сириуса, который играет за Кельтов, Власа-222, который играет за Ирокезов, Вайпера Димы, который играет за Россию, Торилиса, который играет за Инков, и Винкс оф Либерти, который играет за Эфиопию. Как всегда, напоминаю, что игра будет разбита на серии, потому что получилась длинной, да и вообще, в принципе, невозможно выложить все сразу. Так что, если вы смотрите это видео не в день выхода игры, то перейдите к плейлисту или на страницу, где собраны все серии на моем сайте, и, может быть, вы сможете сразу весь сериал от начала до конца посмотреть. Ссылки на всю эту прелесть в верхнем правом углу, такая круглая белая кнопка с буквочкой А, и жмите на нее, и, собственно, перейдете ко всем сериям. Также традиционно напоминаю, что в комментариях не приветствуются оскорбления участников, что бы они ни делали, приветствуется только критика, вежливая, вида «зря ты, Леша, обрабатываешь коров, когда у тебя железо не обработано», или «я бы на твоем месте вместо Альгамбры Нотердам построил». В общем, общайтесь вежливо, и ваш комментарий останется в истории к этому видео. Спойлеры разрешены, но только если они внутри развернутого комментария, а не просто описание в двух словах того, что происходит в видео. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. Блин, уманил и вертолет. Блин, не на шанс. На самом деле, если бы я и не засиделся, то... Надо было, скорее всего, где-то еще на фрегатах сносить морские города китайца. А дальше уже реальную XCOM, Москву, теми же стелл семян китайцам. Ну, ты тогда бы точно всех на себя сагрил бы. Ну, оно, в любом случае, так и вышло. Понимаешь, у меня морские города не самые лучшие все равно. И то, вот Нанкин-то хорошо берется, а остальные города в таких бухтах, что... Ну, ты сам, посмотришь, открыл. Вот, посмотри, Ананда, Гасян, Шанхай. Я бы тебе своими чекану не дал их снести. Я думал, вот Нанкин бы ты взял, я думаю. А вот остальные вряд ли. Не забудьте, что это, наверное, мировой лидер сейчас там, голосование, а то сейчас наголосует за Китай, там, например. Да-да-да, голосовать. Да, тут уже, по-моему, не важно, кто будет лидером. Я не думаю, что до следующих предложений мы доживем. Я тут дорогу, что ли, случайно построил? Да, молодец. Вместо шахты и атомных электростанций. Русский на три техи. Ну, это стелс, наверное. А что еще? Баллистика, экология. Ну, вот, баллистику открыли все. Спасибо за просмотр! я начинаю смеяться с моего линейального плана ну смотри а какой план просто план капкан я бы сказал русский как тебе еще не заметил мой план и мне нравится отличный фондом я немножко могу продаю обломать потому что я ну ладно это не буду говорить ну ладно есть такая тема аэропорт называется ты над купить его обоих городах причем по моему да может у меня уже построен ты же не знаешь зачем он тебе отличная штука больше самолетов позволяет почему не знаешь это и 60 шпионов увидишь полосу просто икс кому высадим между кардио фон и москвой да у тебя такая штука не пройдет к визитая территория на что он там не может купить клетки на не может он может самарканд захватить как те русский такой вариант вот я прошу и сделает но ему обходить придется любом случае это хода два-три тратить по лесам по этим джунглям но придется поздоровая что строить дорогу за 2 до бегле но вообще судя по его золоту ему ему как быть сильно хватит купить просто аэропорт и все он перекинет типа новгород вот есть три города не знаю что там по золоту а ну да она 2 накопится даже пока не дабы тысячи стоит по моему да совсем добром как тебе бил мой план какой план кон труда вообще не понял что произошло где 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 что-то произошло минуты посмотри на свою линию а печально вообще капец и стал дорог пограбить я уже думал что свой план был в том чтобы дорогу пограбить сначала потом подумал ну ни хрена ты решил какую здесь сделать стену а то есть генералы у тебя где-то погибли до раз москву я забудешь даже про него но он ты ну как думаешь я бы мог бы оттуда его сюда перегнать так ну блин что то я хотел сделать сейчас из-за а ванилу пытаться захватить да слушайте как то как то не очень может бомбер купить блин зачем я тут эти три бомбера продал неизвестно так все я всех я ученых использовал да так два хода нет два алюминия нафиг надо подобраться так и так и и и какой-то x-com умрет сожалению или купить бомберы но он дешевле стоит 400 стоит ракета чуть меньше чем бомбер наносит правда быть лучше в нанкине купим там прокачка 1 2 3 4 5 6 нанки не один бомбер потому что манилу надо захватывать убили 1 ну давайте посмотрим насколько бомбер классно бомбит ну еще и не захватываю до сих пор на классно так тут дорога есть там дорога есть уран есть все био походу все открыл блин я к сожалению не успею уже тут либо русский либо датчанин тут одно из двух то есть у меня был шанс если бы они воевали только друг с другом так ну я честно говоря думаю что русский отдал победу датчанину таким образом просто объяснение очень простое когда русскому пришлось воевать с кельту с кельтом то он тогда сжег всех ученых и ученых просто у датчанина больше пиза у датчанина а нет пиза была у кельта пиза была у кельта вру то есть ну за последнее вот пока шло там ну может на одного больше мог родить русский но в принципе ученых было больше у датчанина вот он их так распределил видите сейчас опять сжег ученых плюс еще а хаббл правда построил русский но я думаю тут все равно он проиграл кстати по идее по золоту эфиоп вышел сводки но он смотрите как отстает от нас по науке что-то у фопа с развитием не очень задалось был бы вот у меня в соседях такой эфиоп и пораньше конечно я очень долго захватывал ирокеза никогда я больше не буду с ирокезом воевать в таких условиях жгла не соображать или микроконтролируем все что мы вас да блин что ж за фигня то такая а прикинь у лежит у лёша там 6 инженеров и все очень быстро будет да ребята яс насколько ты далек от этой штуки блин 7 ходов строится ладно давайте строить что тут следующим ходом я надеюсь что все-таки манилу забираю хотя блин мне в принципе уже уран не нужен чё тут сейчас этот умрет наверное мог полечиться этим ходом а здесь торговый пост разграбить сейчас еще могут два умереть боже как я дебиль на манилу захватываю кто б знал но все равно мне я думаю что кто-то улетит раньше чем через 7 ходов так что я еще даже не открыл последнюю теху ну чё кажется био первый улетит все таки и блин косяк я тут пора закосячил ни одного ладно может чем манилку и возьму как ты умрелся закосячить как здесь можно вообще закосячить ну 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 по мелочам это же улетаешь совсем полностью мне приезжал сожалению что как-то мало сняла да блин да блин берешь наверное да не вру тебе уже никто ничего не скинет демографию посмотри там написано про науку манила муторная просто косяк мог бы в этот ход уже улететь прям чуть чуть не за контролем да ну вот и смысл было те русский мириться просто воевать страшно признайся кто же знал что не хватит буквально трех молотков что ли около того на там же понятно было что ты то есть улетит ты потерял ученых когда воевал с кельтом а этот причина наоборот у меня было пять или пять ученых по моему я понимал что риск велик как бы но мне кажется что он примерно одинаковый был или даже может быть но у тебя производство выше у тебя выше производства то есть ты мог клепать икс комов и как минимум хотя бы ему мешать и в это время строить космический корабль еще дополнительно у меня производство сейчас в демографии на четыре месяца ну так это не важно там сколько вы там ставите как вы там переключаете и прочее делаете видимо у у русского просто его это башня статуя статуя свободы круче давала выхлоп видимо да куда вертолетик манил и делся я вообще два назад мог лететь такие так что кто-нибудь улетает в принципе уже никто никак не остановил так что не я не улетаю мне еще нужно четыре хода мне тупо надо открыть последнюю теху а у меня не хватает ученого я сначала закосячил и не посчитал одну детальку я почему я знал то что их шесть но начал почему-то строить пять точнее даже четыре строить одну с инженером готовил не вру мне нужно пять ходов потому что я деталь куплю блин мне у нас а не чуть-чуть не хватило и знаете почему потому что у меня веры вдруг начало капать на 15 меньше откуда-то я рассчитала сначала да что мне хватит ровно с веры купить одного и единственного ученого я его прожгу и таким образом где-то я ходу над наверное на три раньше бы уже и сейчас бы я как раз бы купил детальку а следующий ход могу поставить наверное печаль что сказать и блин совсем забыл что в порядке там попутно с этой фигней дается еще ученый инженер а это вообще имба не краза молодая не хватало мне тоже одного не хватает вот сейчас одного не хватает у меня есть появится следующим ходом я беру культуру на покупку этой фигни то есть я смогу купить детальку у меня есть две тысячи шестьсот и мне не хватает только открытой техе чтобы ее купить вот я первых с инженером закосячил я долго смотрел в каких городах построить детали эти давай вайпер заканчивай извиняюсь отчет забыл прям реально по два молотка где-то в каждом городе не хватило и итоге опять арисе крончик ну вот сейчас разе улетишь не улетишь добился вот я не грузится или грузится не у меня не грузится резонтона вообще класс вовремя стоп у меня не вайпер они bio нету если в игре да походу или вылетели ну давайте загружу то вещи не загрузились даже ну и не загрузится уже понятно расскажу рассчитывал то что с вами вы уже отстали явно а вот его захватить я реально я посмотрел ну питер вообще не берется то есть там он обстреливается он сразу сидится там нереальная защита но я специально все это время строил только эти ну там был не а период вы никогда нечего построить я построил все оборонительные сооружения которые только мог в питере а в москве даже стен нету а можно было ростов попытаться захватить но не знаю как бы сильно будет его напрягу и я думаю что был какой вариант еще ну на самом деле у тебя и у меня да то что лёша говорил я даже просчитал как и города захватить напасть я хотел выйти на самом деле а вот рационалин где закрыл я хотел выйти не туда куда я вышел итоге а в стелс и прапоть у меня было у меня 16 алюминий на самом деле я не запчулю что даже 19 алюминия не за как они насчитал что него нету вы крышки давали скорее всего просто но у меня во первых город один какой стоит на алюминии прямо во вторых у меня и у меня же удваиваются рисунка нет армии не удваивается да у меня есть еще чё там да какая-то гэшка давал и еще у меня есть обрабатываемая клетка там даже две помпа 8 алюминия я думал бы прям сразу в этими стелсами бомбить город захватывать икс комами перегонять туда все самолеты и пытаться тебя стелсами продавить вот как вариант был но я потом подумал ну во первых я подумал что сейчас еще лёша будет долго сопротивляться он никогда не сдается быстро захватывать нужно быть не один город а как минимум три то да да чтобы его тормознуть пусть там уже захватывать я буду города который далеко а лёша пойдет на меня атаковать на города которые близко собственно то есть ну тут такая ситуация что все-таки надо вам либо между собой воевать либо загрузились таки тоже ну как бы захватывая меня вот я опять же например если бы ты воевал со мной я бы на месте беона ворот сидел развивался то есть а что и вот ему ему не жалко что ты мои города будешь захватывания на данные на данном этапе игры уже ничего не дают никакого преимущества в развитии и так далее то есть ты просто типа вы выключаешь соперника он выключает еще одно время своими руками давайте я выйду давай я выйду да не я дело же не в этом я про я не хотел дело было не в том чтобы мне просто нужно было как-то до него доставать я не могу тупо я почитал от эфиопа не долетает ни с одного города я не могу длину да да ну то есть я к тому что воевать со мной наоборот к тому же кроме того био мог бы вот контролировать игра который ты захватываешь например ты захватывает ну обстреливаешь их да он там высаживается иксом и захватывает их сам предположим при этом ты основную часть работы делаешь там всякие варианты возможны объем набирая не особо нужны нужно было захватывать мои города по что он может тебя обстреливать именно с моря не там и авианосцы и ну блин я ему столько там морских юнитов положил так и не смог на море что-то сделать только не заканчивая ход сразу говорю эти может еще и даже дольше получится потому что бежать по дорогу по железнодорогу указывается да не гораздо дальше меня маниму вообще захвачу нет блин странно на самом деле почему инженером вот она из инженера строится может быть 9 ходов по моему с инженером 3 8 странная фигня на самом деле ну никакая странная фигня инженер дает определенное количество молотков за определенное количество ходов в зависимости от того сколько молотков вход давал город там вер за последние шесть ходов я просто не хватает столько молотков чтобы построить деталь обычно не хватает построить если ну да в принципе согласен да все пони закончим он хотел вайпер улетит на на следующий бьет и обещал на этот ход улететь на следующий буза фини одна деталька не доедет мне надо просто две детали присоединить успеть мне нужно одну ну вот это не ровно-то потому что мне 2 и у меня прогружается очень ровно-то обычно блин тут лишь проблема в том что у них в двух городах не хватило по два-три молотка где-то если не по одному вообще ничего нравится так на клики проигрывать всю игру у меня ученые прикиньте родился вообще прям нравится сушим воевать и выиграть вырвать победу ну да вы готова нет это перекликиваешь один раз на один раз все на одном клики считается хорошими должен выхода 23 назад достроить если бы не купил так сильно но если бы у меня тоже там вера не упала ничего такое я бы тоже может быть еще на ход уже достроил сейчас потому что я вышел бы раньше купил детальку то я бы выиграл конечно вот если бы не ход раньше вера не упала бешет от них не согреет душу если он идёт раньше тебя правильно давайте заканчивайте ход еще об ставил одесса бэму кавалерии залагает все пусть давай твою мать они вообще повисло все русский победил отлично замечательная концовка да ладно ты успел что ли закинулся в две закинуть до ты успел 200 раз закинуть что ли но я да я кликну я кликнула одну тут же вторую еще раз одну и вторую еще раз одну вторую у меня от не начался даже я даже я только кликал в город но в этом смысле я согласен с лёшей получается что я выиграл потому что у меня ход прогрузился, а у тебя нет. Ну, на самом деле, нет, я не согласен. Я выиграл потому, что ты затупил и не улетел ходом раньше, или по прошлым ходом, как должен улететь. Такой. А вот если бы воевали, то такого бы не было. Но мы бы, если бы воевали, мы бы еще, наверное, часа два бы играли, я думаю. Мы бы дали тебе еще возможность улететь. Ну и что? А ты затормозили. А так, блин, ну, Био, ну как вот... Я даже не знаю. Ну, просто такая концовка странная. Да, у меня такого никогда еще не было. Ну, в принципе, вот с моей стороны, наверное, можно было повоевать, как минимум, Ростов захватить попытаться. То есть, мне это, в принципе, особо ничего не грозило от русского... Ну, я не знаю, куда бы он высадить смог. Вот именно, что тебе ничего не грозило. Ты просто взял... Зачем-то, ну... Да не знаю... Ну, видишь, если бы я не тупил, я в любом случае быстрее бы достраивал. У меня реально оставалось кучу ученых еще на тот момент, штук 4-5. То есть, и у меня уже почти все открытое... Все открытое, вот эти детали были. Мы просто смолодушничали, что один, что другой. То есть, ну, тут получается, что выиграл какой-то случай. То есть, знаете, все равно, чтобы вы между собой вдвоем кинули монетку. И вся... Ну, такое ощущение, знаешь, вот нивелируются все те часы, которые мы играли до этого, все, что было до этого. В итоге, просто кто быстрее прогрузился и поставил... Не знаю, я так не считаю. Я считаю, что вот для того, чтобы сейчас один ход в ход с био, ему и мне успеть это сделать, нужно было сыграть очень четкую, хорошую игру, потому что, да, там, ни Фиоп, грубо говоря, ни ты, вы же не можете сейчас в ход в ход улететь. А мы можем. Четкую игру последние сколько? Десять ходов, когда вы не воевали? Нет, почему? А как можно десять ходов? Надо же было к этому подойти. То есть, у меня хорошая игра, да, у меня 1477 науки в ход. Подожди, подойти к чему? Ну, к этому моменту. То есть, мне кажется, что это как бы этап некий, да, ты должен подойти к финальному этапу, а как ты в нем будешь побеждать? Ну, ты сейчас подошел последние десять ходов, тебе никто не мешал. Ты играл просто, грубо говоря, сам с собой. То есть, ты вот построил, ты не мог, ты бы эти ходы построил вне зависимости ни от чего, вот как бы ты не закончил. И ты быстрее построил, чем... Ну, так как влияет вот эта концовка игры, что ты поставил на всю предыдущую игру? Или предыдущая игра вот на эту концовку? Ты просто вот эти десять ходов строил... Это были чуть ли не самые завтра десять ходов. То же самое, что... Это действительно как бросание монетки. Ну, так где тут стратегии? В чем тут вот это? Не, ну, в том числе, что въяли все города, которые ты захватил. То есть, все производство, что-то нарастил, мауку и прочее. Если бы Вайпер вот действительно захватывал города Кельта, думая о том, как он вот так вот на последнем ходе тебя обыграет, тогда это было бы, конечно, офигенно. Но это просто реально невозможно так вперед смотреть. В данном случае было так, что вы закончили войну только ради того, чтобы в спокойных условиях сами с собой поиграть в развитие до космического корабля. Тут не надо, типа, изображать из себя великих стратегов, которые всю игру ушли к этому моменту. Нет, ну, конечно, не всю игру. Ничего подобного. Вы просто смолодушничали, решили не воевать, решили, что, типа, не дай бог, у вас что-нибудь не получится. И просто поиграли в развитие такое в конце. Причем, и даже нельзя сказать, что кто-то из вас выиграл или проиграл. В итоге решил все равно какой-то рандом. Я вот про это говорю, а не про то, что ты, типа, там, конечно, ты там захватил Кель, я не говорю, что ты всю игру ничего не делал и не заслужил победы. Я просто говорю, что вот сама победа получилась, блин, ну, мне просто, знаешь, немножко обидно. Вот такое, знаешь, ощущение, что действительно мы просто вдвоем кинули монетку, а не боролись за эту победу. Ну, я понимаю твои чувства, да, я понимаю, о чем ты говоришь, просто я же тебе всем говорил еще буквально вот сколько, 10 ходов, когда мы это заключили, когда я, не 10, а 5 ходов, когда я думал, что Био улетит, когда он сказал, все, я на следующий ход улетаю, я подумал, ну, все, печаль. Я же говорил, что, как бы, я оцениваю наши шансы как абсолютно равные. И вот реально один ход, там, даже, там, секунды решили этот вопрос. Био, там, сам закосячил где-то, но это его проблема, как бы, не моя. Ну, хорошо, а что это вот? Оставление реальное. Я считаю, да, как я считаю просто, вот, концовка игры всегда, любой игры, она подразумевает, ну, как бы, какой-то путь к победе, к которой ты идешь. Вот я в данном случае выбрал путь, на моем понимании, наикратчайший и наивернейший. Потому что я знаю, что в этом пути со мной бежит на дистанции фактически только Био, вы остались позади, это раз. Второе, я оцениваю свои шансы примерно такие же, как его. Если выбирать путь войны, я абсолютно согласен, это гораздо тяжелее для меня, например, сложнее, это дольше. И это гораздо, в моем понимании, у меня это меньше вероятность, что я этого победы добьюсь. Во-первых, потому что пока мы с Био будем бежать бить друг друга по роже, вы нас будете догонять. А во-вторых, потому что я вообще не уверен, что после того, как Био мне двинет, я... Я же тебе, подожди, Вайпер, я же тебе не говорю про путь победы, там, ты выбрал путь, там, научные победы, хорошо, но в итоге вы вдвоем в один ход могли закончить игру, и решилась вся победа, просто кто быстрее отправит... То есть это не итог, сколько мы там, 10-часовой игры. Это, блин, в итоге, как будто если бы вы вдвоем кинули бы монетку, вы не боролись до конца такого этого. Я не вижу никакой разницы между... А война в клике, там, когда решается. Потому что клик, это... Закликал юнита, и все. Это несколько вариантов, то есть у вас есть много возможностей, это не один клик все решает. А здесь, получается, решил вот этот один, кто... То есть если бы хотя бы Био, там, на прошлый на ходу отправил самолет в небо, ракету в космос. Ну, все равно у вас получается, блин... Сложно, не знаю, ну, как-то... Я просто уверен, что будут в комментариях писать, что разочаровывающий конец по этому поводу. Не знаю. Ну, в принципе, но смотри, допустим... Потому что не было в конце борьбы, вы не боролись. Вы просто... У вас были вот такие условия, вы вот построили такое. Я, как пиво, сидел и выкликивал, чтобы производство, чтобы ходик хоть какой-нибудь сократить, чтобы хоть еще один молоточек получить. Леш, а что бы изменилось, если бы мы воевали и так же закидывали друг друга иск... Просто по искому кидаем каждый ход друг к другу на города и так же строим части корабля. Ну, потому что есть борьба. У вас расфокусировано внимание. Тут уже реально кто более сконцентрирован, кто более нацелен на победу. И у вас бы точно не в один ход это бы построилось. Как вы же меня без войны... Вы еще, извини, вы в конце игры обсуждали, сколько у кого ходов осталось, когда кто запустит, но... Мы бы еще скриншоты друг другу сделали и посылали бы. Сколько ходов осталось. Ну что, не так разве? Не знаю, Леш, а ты сам в этом участвовал. Ты же сам заключил со всеми договор мирный. Интересно, а что вы потом это забыли сделать? Я делал на это и так же строил это... Если мне не изменяет память, я заключил мирный декор, когда вы собирались меня распилить вдвоем. Нет? Допустим, заключил ты с одним, а со вторым зачем тогда? Интересно, кому мне надо было? То есть ты, например, улетаешь в космос, а я вот такой пошел с русскими воевать, да? И чтобы тут вайпер бы по этому поводу подумал. Такой бы, да, правильно Леша поступил. Пускай Био улетает, я лучше с ним повоюю. Если бы ты с ним заключил мирный договор, а со мной нет, я бы на тебя напал и сразу бы с Био начал воевать, потому что так бы меня не устраивало. Я же говорю, я до последнего даже думал не заключаться Фиопом, а ставить эту лазейку. А что не оставил так? Ну, не знаю, сэканул я. Я смотрю, он строит что в своей столице. Он строит юнит. Я думаю, сейчас, блин, сам на меня пойдет еще. Придется отталкивать, ну, как бы... А нафига ему это было надо, я не знаю. Финкс, тебе зачем был этот момент договор заключать? Да, мне уже в последней части игры было так. Я понимал, что я очень сильно стою по науке. Напасть на тебя, в зависимости от русского, но это закончилось бы для меня достаточно быстро. Так, ладно. Если бы Леша не воевал бы, допустим, с Россией или с кем-то еще, я бы присоединился. Давайте графики посмотрим, что у нас тут было. Блин, Леша, а если я нажал еще один ходик, я могу как-то графики посмотреть или нет уже? Ну, потом выйдешь в меню, там, загрузить повтор. Так, сила армии. Русский и Дания. Вот вы, начиная где-то с последней третьей игры, вдвоем по армии такие... Воевали. Так, известные технологии. Так, а что тут у нас по науке было? Нифига себе, датчанин. А почему до сих пор... У тебя до сих пор больше процентов. Вот что ты еще изучил такой, нахрена? Не знаю, я просто уже тыкнул, что осталось, и все. У меня 1500 науки было почти там. У меня 1477, вот сейчас в конце. Ну, это в конце. Датчанин практически, не знаю, на треть всегда всех осталось. Остальных опережал по науке. Слушай, ну ты реально тут мог как-то так... Не знаю, что произошло. Датчанин, а как я тогда улетел, если он на треть опережал? Ну, вот и мне тоже вопрос. Ну, видишь, в конце уже промка не так... Ой, точнее, наука не так решала. Решала больше промка. Когда мы летали в космос. О любимых нациях вам рассказывает Леша Халецкий, а о любимых местах в городе напомнит Двагис. Добавляйте нужные или просто любимые места в раздел Избранное, и все адреса будут в быстром доступе и всегда под рукой. Да-да, это видео выходит при поддержке Двагис, бесплатного справочника организаций и детальной карты городов. Заходите на двагис.ру или в магазины приложений и скачивайте под вашу платформу абсолютно бесплатно. Просто био, походу, надо было раньше сжигать ученых. Вот и все. А ты не рассчитывал, сколько у тебя при сжжении будет? Я просто вот начал сжигать, когда у меня где-то 1100 или 1200 было. Я понял, посчитал примерно, что мне хватает и на Хаббл, и мне хватает ровно одну где-то науку. У меня не будет хватать, но я ее возьму с рационализм. Закрою, у меня как раз там вход в ход совпадало. Я ждал, когда у меня максимальный выхлоп по науке будет. Это обжигалось. Ну, тут видишь, что... Не с рационализма, а с этого, с универа. Тут война, это меня вообще с толку сбило, потому что я и Хаббл просрал, потому что... У меня просто осталось, я его вручную изучу. Я даже... Я одного ученого сжег на него вообще. Я... Нет, я сжег двух ученых на него. Я... А, кстати... И самое смешное, короче, то, что я до сих пор не использовал Оксфорд и до сих пор не использовал теху с рационализмом. Закрытие. Плюс вообще взять ученого. Кстати, я Оксфорд тоже не использовал. Я использую. Он у меня... И Оксфорд... Он у меня висел, я ждал, типа, возьму... Возьму я Оксфордом там атомную бомбу. Потом уже не надо было. Потом возьму Оксфордом XCOM. Тут... XCOM я спер просто. В общем, как-то на удивление мне неплохо было с наукой, между прочим. Я даже смотрю, вот сейчас наука вход. Я все время третий, но я не скажу, что я как-то отставал. Я просто смотрю сейчас на науку Дани и удивляюсь, честно говоря, каким образом он действительно проиграл. Тут такой нехилый... А смотрите, насколько Кельт был впереди, когда вы его вынесли там с Эфиопом. Это у меня та же самая большая загадка, потому что я... Я Кельта... Вот мы с Эфиопом настолько быстро смогли его забрать, что я подумал, ни хрена себе, насколько... Я вообще думал, сейчас будет война затяжная, что чуть ли не он будет нас забирать, мы будем оббиваться. А в итоге Арту его продавили буквально там ходов за пять и полных. Ну там, походу, иностранный легион очень неплохо был, да? И Арта очень неплохо была, потому что у него было всего три Арты, а я на Аппл только шесть сразу. И казаки мои сразу побежали добивать его. А то я не знаю, зачем пошел, да, он с намеком на атаку, а в основном ни денег не было на это, и... Да, а самое главное, что я построил к моменту атаки четыре фабрики, и у меня производство было на десять где-то меньше, чем у него всего к этому моменту. Там, если вспомним, не он пошел нас атаковать, он типа вышел по демографии, и мы еще говорили о том, что вот, я сейчас их заберет, заберет, заберет. Ну и в итоге как бы, ну, мы же спровоцировали Атаку на него. Нет, ну мы... Нет, подожди, там не просто так, он вышел вперед по демографии, это одно, а во-вторых, он шел конкретно в артиллерию, то есть это он строил... Да, да. Он шел по технологии, в артиллерии, он строил пушки у себя в городах, которые означают, что он будет апать в артиллерию. Там, и он ничего не говорил по поводу того, что типа я буду защищаться от русского, это русский сейчас когда-то придет или эфиоп. Нет, он мне правительный союз предлагал, на самом деле. Да. Но он поразово сначала предложил мне, или наоборот, потому что он по очереди предлагал нам. Если бы кто-то из нас принял бы, то второй бы получается. Да, да, да. Как бы мы с Эфиопом договорились, что мы не принимаем, я отказал ему от всего этого, и потом, когда я понял, что у меня примерно такая же промка, что у него нет ни хрена денег, а у меня уже тут до хрена этих самых еще легион я беру, я уже подумал, что это сейчас мне даже выгоднее будет с ним воевать, чем наоборот. Вот, поэтому с ним заключать союз уже вообще смысла не было никакой. А он пытался, да, развиться, отсидеться. Он, на самом деле, просто не прочувствовал ситуацию. У него нужно было гораздо раньше строить армию вообще и приходить, забирать кого-нибудь. Я могу сказать... У меня в частности гораздо проще ко мне идти было. Здесь просто равнина. Я могу сказать в очередной раз, чтобы все специально запомнили, что если Эракес родился в лесу и джунглях, с ним ни в коем случае в этих условиях не воевать. Ну и вон нафиг. Пускай он там один что хочет, то и делает. Потому что просто твои юниты туда входят, а его носятся как там по дорогам. И там не несколько клеток, типа у него просто все города в лесах и джунглях были. И так это все муторно было, блин. Это мне еще действительно повезло, что он не догадался в длинномечников выйти. Он зачем-то тоже в арбалеты пошел. И то, что у меня больше генералов за счет китайской способности, очень классная. Но так как я это поздно сделал, я в итоге и отстал от вас. Потому что я поздно захватил Эракеза, слишком долго этим занимался. Так что вот так. Меня, например, немножко разочаровывает в этой игре то, что мне чем в ФФА-8 больше нравится тем, что здесь риск того, что нападаешь, и несколько соперников рядом обычно больше, чем вариативность выше. То, что мы доиграли до всего вчетвером. Вот это мне... Вот я помню, мы тогда, помните, играли в 8 тоже в ФФА. И там реально 4 человека в конце претендовали на победу. Вообще вынесли только одного. Вот я Сиам тогда захватил, и все. Когда ты, как раз, Леша, выиграл, по-моему. То есть ты, кстати, тоже улетел. Со всеми замирился, заключал оборонительный союз и улетел. По-тихому. Ну, извини, у меня там такая местность была. Я вообще до сих пор удивляюсь, как я там набью. Кстати, у меня, если так посмотреть, вот у меня просто между всеми годами сплошные луга. Ну, так это такая же местность и у Кельта. То есть вы были в одинаковых условиях. Кельта не сава. У меня мало того, что местность. То есть у меня еще не было где селиться. Я потом еще проиграл войну ацтеку. И все равно. Нет, у Кельта не такая. У Кельта, во-первых, он забрал... У него Нант просто стоит в холмах. Дуглас в холмах. И все на внутреннем море при этом. У него три города. Вот Амстердам, Нант и Дуглас стоят на внутреннем море. Дублин стоит вокруг одни холмы. И около горы при этом. Этим, он стоит вокруг одни леса. Вот единственное, что у него Кардив стоит. Около, ну, такой он. Так себе. Ну, он, видимо, поставил, потому что по воле. Часто, частично пошел. Вот. У него гораздо лучше территория. Я вначале очень боялся, что ко мне кто угодно придет. Потому что у меня вообще промки нет. У меня в какой-то момент я был последним по промке. Ничего не мог сделать вообще. Потому что, ну, просто некуда было сажать этих. Если бы я не вышел в свободу первым, например, и не взял бы статую, я бы сейчас очень плохо себя чувствовал. Да. Кстати, вот удивительно, что Кельт не вышел ни в какую идеологию. Вот он решил, что он, видимо, артой заберет быстрее меня, чем вы, чем это самое. В итоге меня спасла фабрики, меня спасли просто. Скажите, а вы полностью закрывали рационализм, получается, да? Я да. Я только... А, вот у меня еще были очень большие проблемы с культурой, собственно. Я только рационализм одну штучку взял, и все. У меня самая большая проблема – это культура. К сожалению, никак я ее не решил. У меня в этой партии было очень много веры и очень много денег. У меня больше 600 миллионов ход и 200, там, 220 монет. А у меня вопрос, а зачем ты взял, зачем ты взял... Ты же взял универы покупать, нет? Да, универы. А зачем? У тебя же отличные города, у тебя их можно строить тупо, и у тебя их не так много, 4 всего. Тебе гораздо круче было бы взять, например, ученых с верой или что-нибудь такое. Ну, типа, в смысле, великих людей с сферы. Я просто не понимаю. Я ошибся. Я ошибся в этом, и еще ошибся в том, что полностью их было богословие. Почему? Шикарная штука вообще так-то. Ну, шикарная, но, видишь, оно очень мне ничего не дало. Я, конечно, купил все эти веры, вернее, лаборатории, прочие школы, но на самом деле лучше бы покупал ученых. Просто у тебя города хорошие, ты вполне мог бы в них строить те же лаборатории, школы и так далее, универы. И у тебя их всего 4 было. То есть, мне кажется, такую фигню надо покупать, когда у тебя городов 8, и ты там про этого жесткой воли идешь с самого начала. Тогда я понимаю, в этом смысл есть. А вот так вот универы покупать в 4 городах, как-то, ну, не знаю. Они того не стоят просто. Да, я там и так строится за 2-3 года. Ну, за 5-6 хотя бы, не знаю, но все равно это фигня. А что кельт у Самарканда что-то отъел генерала мне, смотри. Он отъел какао, лишь какао. Нет, я просто повтор смотрю, я вижу, что он что-то отъел. В конце я тоже там это смотрел. Как-то нету Самарканда люкса, когда я скупал ее. Еще у нас, конечно, такой дисбаланс, что у нас голландец вышел буквально в начале самым. Ну, это не совсем дисбаланс, вы там все-таки все рядом были, могли бы как-то и помешать. Нет, здесь никак не помешать вообще, нет, нет. Это мой, мог бы ты прискакать с какими-нибудь колясками, там что-нибудь сделать. А вот датчанин с инком, они реально на отшибе были, там дуэль просто без вариантов. Не знаю, между Эфиопом и Эдинбургом, точнее Голландией, в смысле, и Кельтой. Просто горы, здесь вообще не пройти, здесь две крепкие проходы, наверное. Вот, только если в обход все это обходить и сбоку как-то заходить. Но здесь до Амстердама хрен доберешься. Вообще Амстердам, конечно, хреново родился. Очень плохая у него место. Да, я не знаю, почему он здесь город поставил, потому что у него вокруг нихрена нет. И пирамиды построил. Рядом Кельт такой, прям бухнут под него, но... Быстро у нас семеро стало. Ну ладно, еще кто-нибудь что-нибудь сказать хочет? Хочу сказать только, что вот мне кажется, нужно вот FFA 8, вот если ты, допустим, будешь записывать в следующий раз, начни собирать там заранее. Не знаю, это может быть за несколько дней. Чтобы побольше было откликов, и чтобы можно было такой состав, как бы, поровнее вот прям совсем набрать, да? Ну то есть, просто мне кажется, гораздо интереснее получается, когда да хотя бы там до поздних эпох доживают 8 человек. Ну а поровнее в твоем плане это кто? Ну я не знаю, чисто случайность, конечно, но вот... Ну почему ты думаешь, что в условиях голландца, кто бы, кто-то другой бы играл за голландца, его бы не вынес кет? Ну я почти уверен, что если бы, например, за голландца играл бы какой-нибудь Титсал, например, то он, во-первых, поставил сразу до хрена городов, пошел бы по воле, у него было бы дофига промки, и просто Сириус бы на него не пошел. Голландец, что в традицию пошел? Потому что тоже, наверное, в воле пошел, в воле пошел. Сколько он поставил? Три города? Ну сколько успел, подожди, там он его как-то очень быстро вынесли. Ну и муж сразу говорили, строй армию, там все такое, а он не стал. Четыре-четыре поставил. Ладно, 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 я ничего не говорю про голландцы, я не знаю, как бы я вот, ну не помню, кто за него играл, честно говоря. Серебро за него играл. Но он там этапик против пиктов. Но голландия же противопоставила, у них вообще нет. Ну я вообще не понимаю, зачем он выбрал Голландию, честно говоря, это вот самый первый вопрос, который был. Но дело не в этом, дело просто, ну просто, как бы вот, вот угроза должна реально идти постоянно со всех сторон, тогда как бы риск атаковать очень большой. Слушай, как можно выбрать ровный состав? Я не знаю, как. Я уверен, вот сейчас будет финал турнира, да, там типа лучшие шести. Ты думаешь там кого-то вынесут? Я тоже уверен, что они в шестерон до конца не доиграют стопудово. Я уверен, что кого-то вынесут еще до, что-то, до ренессанса. То есть еще до арты даже. Вот я могу даже с кем угодно поспорить. Просто есть определенные, ну такие условия рождения, условия игры, и они, как-то сказать, от карты еще многое может зависеть. В данном случае я не знаю, как можно было, например, Инку играть против датчанина. Ну, конечно, я предполагаю там, что можно было бы в пикинеров выйти и строить другие штуки. Я вот с этим вообще не согласен. Я смотрю на Мачо и Куско, как бы, и Тихуанакуа, да, вот я смотрю просто на эти города, я смотрю, что здесь вокруг одни холмы, все около гор, и я не понимаю, на самом деле, как Инк не смог вообще... То есть как он не смог обороняться? Ну, Билла повезло еще, что он сразу виблиотеку построил. У него просто вот этих вот, его эти террасы строят, здесь все, у него куча холмов около гор просто до хрена. Около Тихуанакуа, около Куско то же самое, около Мачо то же самое. То есть я вот не согласен с этим абсолютно. Вот почему датчанина захватил вот Инка, это как раз вопрос. Ну, не скажи, знаешь, ты крыл, у тебя метколуки и копейщики там, ну... Ну, а почему у тебя метколуки и копейщики? Ну, потому что я построил Биллу и шел прямиком в Берсерков. Ну, он же знал, что ты рядом. Ну, да, ну, видишь, он все равно бы не успел без Биллы в этом. Если бы хотя бы не Билла, да. Билла реально ходу в 5-6 Билла. Можно вполне выйти там в юниты, как бы обороняться. Какие? Техников разве что как так? Ну, возможно. Видишь, я за счет соли еще и производства ранее нарочил. В те же пики можно попробовать выйти. Он, видишь, он пошел в волю. Я сжал у него красители сразу же, флорим своим городом. Не знаю, мне кажется, можно было пробовать вполне. Вот, например, тот же, когда вот Кельджи вышел раньше во рту, да. Например, я просто знал, что мне нужно еще хода 3-4, чтобы выйти тоже во рту. Я просто в качестве мяса выбросил туда всех там, ну, не всех, но этих своих подвинул туда, подставлял этих, как их, арбалеты там, конями тут немножко побегал. Ну, просто тупо, чтобы 3-4 хода переждать, чтобы он не двинулся дальше. Он еще зачем-то дорогу, правда, вел так очень интенсивно, по которой я потом прибежал к нему. Но, как бы, я уверен, что у датчанина тоже было там 3-4 хода, можно было выжать как-то. Уинка, имеешь в виду? Уинка, да, извиняюсь, мясом каким-то. А потом пытаться отбиваться просто. Да, безусловно, эти висерки это жесть. Ну, просто я вижу его территорию. Я знаю, что он по холмам должен бегать хорошо. У него тут вот... Ну, а укус корму ниже, а Тионако, там, знаешь, он не на холме стоял без защиты вначале совсем забирался. Ну, тоже, тоже лучше бы поставил. Поставил бы вверх на клеточку выше, на холме его. Ну, он поставил вообще хрена взять. Вот на клеточку выше буквально. А, на клеточку нельзя, там, на Риву. Я никому-никому никакую не вину, ничего. Я просто, мне просто кого-то жалко, что в игре осталось 4 человека в конце. Мне кажется, круче, когда остается там 6-7 человек. Это как бы вот самое сок. Вот тогда действительно, вот ситуация, как у нас сейчас так получилось, невозможно было бы очевидно. Потому что кто-то был бы по-любому недоволен и попер бы просто на нас. И заключить мир там никакого мира не может быть, потому что условий таких идеальных создаться не может. Что я могу со всеми заключить оборонку. То есть на семерых это невозможно. А, да. Ну, тут еще, знаешь, очень хотелось людей повыносить, потому что игра вылетала. Хотелось, чтобы стало меньше, игра стабильнее была. Я тоже, на самом деле, думал, ты напал уже, когда на Иракезе. Я думал, блин, у него тут город стоял около Улуру, да. Я вот думал, блин, напасть или не напасть. Даже уже построил там 5-6 этих самых арбалетов. Думаю, блин, забрать, не забрать. Типа, чтобы тебе помочь немножко. Но потом я подумал, что то, что он вылетает, это фигня, потому что мне гораздо выгоднее, чтобы он как можно дольше сопротивлялся, на самом деле. Но если бы я забрал этот город, то я бы, конечно, обрек его на более быструю мучительную. Ну, на самом деле, тот город не особо как раз. Я его очень быстро забрал, когда я взял города перед ним. Но дальше все равно были и столица. Мне еще повезло, что Кельт, вру, Иракез, попытался последнюю атаку сделать, вылез своими арбалетами. Вот если бы он сидел дальше арбалетами в защите у себя там в лесах, я не знаю, как мне бы его столицу было брать. Мне, наверное, тоже надоело. Ну, может быть, он решил, что уже ничего не поможет, поэтому и вылез. Но против Иракеза в лесах воевать это мрак. Вообще, то есть, неважно, какие у него юниты, он просто в лесах неудержим. У него они бегают куда угодно. Блин, я что-то... Я просто никогда, честно говоря, когда я играл за Иракезов, у меня никогда не было так, чтобы у меня все города в лесах стояли. Это вообще какая-то везука-базука у него. Чисто лесная местность, вот только у него. Ну, не знаю, может, там у Кельта, конечно. Но у Иракеза все просто, все города в лесах и джунглях. Там смешано, и там куча у него... И, кстати, я считаю, что он очень зря в волю пошел, потому что он мог идти в традицию, отъедаться. У него два города на берегу офигенные стояли, потом два города в глубине он мог поставить. Еще тоже неплохо было бы. И я думаю, он бы там развился очень-очень качественно. А вы близко были друг к другу? Ну, я бы не сказал, что близко. Просто когда мы уже города поставили более-менее, там уже... То есть столицы наши далековато. Но он пошел в волю до того, как нашел тебя? Я думаю, что он как раз нашел меня и решил, что надо идти в волю. Халецкий обязательно его вынесет. Я тоже так думаю примерно, что он решил, что лучше... Да, но дело в том, что в начале игры... То есть, понимаешь, воля, она классная в первой половине. В первой половине. Потому что ты можешь больше всего строить, но он не брался никак. Все равно и колясками, и чем к нему не пробраться. Этими юнитами. К нему и арбалетами с рыцарями было сложно пробираться. А он был в арбалеты, и рыцарь мог раньше меня выйти намного. Если бы он пошел в традицию. Я как раз считаю, что воля как раз-таки хороша в самом-самом начале. И как раз во второй половине игры где-то. Когда ты успеваешь нагонять за счет большого количества городов. Если у тебя есть большое количество городов. А если ты их не смог взять... То есть, я не знаю, о чем думал Ирокест. То есть, если он просто поставил 4... Он 5 городов поставил. Если бы он просто 5 городов поставил дальше играть на развитии, он бы все равно проиграл. То есть, вам, ну не мне, например, если бы я его не захватил. Но в развитии бы он дальше проиграл. Потому что тут надо больше и больше городов захватывать, получать. Не знаю, какой у него план. То есть, у него, видимо, был план просто отбиться от меня и дальше играть. Но у него там города были на воде, насколько я понимаю, да? 2 или 3. Ну, три. Ну, третий так, на воде там не очень, но два очень классные. Ну, которых один я оставил, один я сжег, потому что он уже не нужный был. Там офигенно. Там у него куча оленей, куча леса, который потом у него будет еще молотки давать, когда он свой этот длинный дом построит. То есть место офигенное для ирокеза был он. Вполне мог. Я бы, например, играл за ирокеза так. Я бы просто поставил два города сначала, вот те, которые у него на воде были. Отъелся до национального колледжа, потом поставил бы еще два города уже вглубь территории. И дальше бы развивался там все же арбалеты, предположим. Ну, так как рядом китайцы, то, наверное, в рыцарей бы я пошел. Я бы тоже, наверное, разотупил с длинномечниками, хотя тут надо было бы за ирокеза идти в длинномечники и просто сидеть и дефаться от китайца. Не знаю, если бы я был на месте ирокеза, я бы, наверное, если бы хватило смелости, и я видел бы, что промки хватает, я бы, даже если уже пошел в волю, я бы пошел бы на меня, на Россию, потому что у меня в тот момент ничего не было абсолютно. Я ничего не мог сделать, и ко мне приходить его этими... То есть он как раз из леса своего выходит, там пара холмов, и он просто спускается на мои луга. И все. То есть он захватывает... А зачем ему это, если там с тобой рядом и кельт есть, и эфиоп, а рядом со мной, наверное, никого нету. То есть мне... Потому что с тобой тяжелее воевать, а как бы он бы развитие получил бы хорошее все-таки. Ну так я же могу с ним перейти воевать, если он на тебя пойдет. Я вот больше не понял, почему он не пошел раньше воевать, то есть на колясках, метколуках и своих этих... Потому что там так получилось, что вся открытая местность у меня, а вся закрытая у него. То есть он все равно, например, выскакивает на открытую местность и ко мне попадает сразу. У меня... Вот поэтому я... Я тоже никогда... У меня тоже была армия... Я вообще думал тоже вначале колясками идти на Ирокезовое, но у него реально это невозможно, к нему вот прийти. А он, если на меня пойдет своими колясками, то он просто прибегает ко мне. Вот сразу, опа, и тут мои границы. А я готов. И там очень сложно все это делать. Вот ему было бы лучше всего в Защитную Империю поиграть. Он бы точно отбился от меня и тогда уже мог спокойно меня забирать, потому что у него было бы развитие лучше. Ну и Кельт как-то слишком настырно показал свои агрессивные... То есть захватил бы он голландца и сидел бы дальше, развивался там. Приходите, кто хочет, пытайтесь меня захватить. Ну на самом деле я не согласен с тобой, потому что он на самом деле как раз пытался отсидеться, и он не хотел воевать. И на самом деле, если честно, он не так сильно меня опережал. Вот момент, когда я фабрики поставил, он меня практически вообще не опережал, ни почему. То есть у меня была наука на 1% меньше. Там я так же сидел, господи. Да, я просто специально по-тихому тоже там... Я все на еду переключил, чтобы не вылазить вообще. А потом, когда уже такая пряска пошла, что типа эфиоп готов, я тоже думаю, ну ладно, пора. Наверное, можно, почему бы и нет. Ну в общем, все были наравне с Кельтом, но... Да, но никто не признавался. Ну я не был с ним наравне, поэтому... Нет, ну у меня тоже был этап, вот до фабрики я реально отстал. Ну хорошо, я не помню, чтобы он только начал просить о помощи, когда у тебя появилась арта, и он стал проигрывать в войне. Он полностью шел в войну, он даже не... Я не слышал в осуждениях, чтобы он говорил, ребята, да ну что вы там слушаете русского, там эфиопа или что? Да нет, какая-то фигня. А он сам не ожидал скорее всего. Мне кажется, он конкретно хотел вас завоевывать. То есть это конкретно такая... Вот он думал, что это нереально у него получится. Он не собирался от вас защищаться. Он скорее стал вынужден, потому что мы отказались от оборонительных союзов. И здесь очень здорово, что эфиоп и я, как бы мы оба сплотились и смогли его вынести. В том смысле, ну это здорово для нас, но не здорово для него. Может, надеялся, что эфиопа тянется там, или ты там позднее выйдешь во рту. Это такое. Вот видишь, что даже мы не ожидали, что мы так готовы вынесли. А он так тем более, наверное, не ожидал. Я думаю, там сейчас один начнет надеяться на другого, другой на это, и в итоге он по очереди снесет вас. Но вполне ожидаемо было, учитывая, что он вроде как бы лидировал. Он, да, он по промке. Я вообще боюсь, что он передавит промкой в тот момент. А потом уже, когда фабрики построил, вот мне кажется, его самая большая ошибка, что он... Вот он пошел во рту, и как бы я тоже... У меня не было выхода, мне пришлось тоже идти во рту. А если бы он пошел, как и я, сначала в индустриализацию, я бы не пошел бы во рту тоже. Я бы так же пошел в индустриализацию, потом пошел бы в школу, я бы тоже пошел бы в школы. Потому что, ну, нафига мне отставать? Ради чего? Ну, только ради того, чтобы его вынести. Может быть, только в этой логике. А он в итоге сразу пошел во рту, и это ему, по-моему, злую шутку с ним сыграло. Ну, кстати, вот я по графикам смотрю, что ты его стал опережать только когда... По производству, когда стал у него города захватывать. Да, но у меня производство было очень близкое с ним уже, когда я в фабрике. Вот я четыре фабрики построил, и у меня, я помню, я отставал, у него было там что-то типа... что-то около там 200, что ли, что-то такое, или там 170, что ли, производства. У меня было тоже ненамного меньше уже в тот момент. Хотя до этого я отставал раза в полтора. То есть у него было 150, а у меня так 90 или что-то типа того. Да, в какой-то момент он, особенно в начале игры за счет голландца, просто нереально вырвался. Я тоже показав от Лынка, думал, блин, когда я буду выгонять его вообще? Потом как-то со временем города вроде суды построились, и все пошло. Мне еще дико повезло, что у Кельта все города стоят на ресурсах роскоши, которых у меня нет. То есть у него реально, получается, такие города, ну, как бы хорошие для меня. У меня после того, как я его захватил, сразу бабац, столько ресурсов появилось, дофигища просто. И на обмен, и на все. Ну, я, собственно, именно поэтому и с Иракезом пошел воевать. У меня, у меня, наверное, на территории, с одной стороны классно, у меня пять разных ресурсов роскоши. Пять. То есть для воли зашибись, можно города ставить, но при этом они все в одном, в одном виде. Одна штука. А у Иракеза куча свиней там, плюс еще, есть еще дополнительные мои ресурсы. Я хоть смог, захватив Иракеза, поторговать с кем-то дополнительно и получить хоть какие-то ресурсы роскоши. И плюс он еще построил Ноттердам, который тоже мне очень хотелось заполучить, чтобы счастье было. Порядок ты первый принял или био? Био. Био, био. А почему ты автократию не взял? Ну, потому что мне автократия предуподразумевает, что я буду воевать. Она не подразумевает мне никакой возможности победить развитие в данном случае. А я реально отставал. И у меня была единственная собственно возможность это наука с этих вот рабочих факультативов, да. Чтобы хоть как-то догнать вас убегающих, летающих вперед. Потому что я действительно очень затормозил захватом Иракеза. Ну и тех я воровал. Техи мне тоже очень замечательно помогло. Причем самое дебильное... На самолетах тебе было бы очень сейчас комфортно. Ну если бы до них вышел, конечно, у них бы... Комфортно что? Комфортно мне было бы что с самолетами? Ну, например, на Билу пойти и пытаться его захватить. Зачем? Чтоб ты победил? Ну или на меня. Да, чтоб Билу победил. Я как раз между вами, понимаешь? Если бы мне реально была какая-то возможность кого-то захватывать вот прям спокойно и получается этого профи, то я бы пошел в автократию. Но в данном случае я нахожусь посерединке между всеми. И более того, я отстаю технологически. Нафига мне автократия? Вот если бы я опережал вас, я бы действительно вышел в автократию, чтобы получить... Я бы тебя, наверное, тогда русский с тобой повоевал бы и захватил. Но, к сожалению, развитие мне это не позволяет. Вот и все. Причем Техи, я, кстати, воевал у Био. Меня убило прокачанного на три шпиона убили. Зато следующий шпион-новичок Теху без проблем XCOM спер, кстати. Такой рандом. Ну что? Ну они все равно долго достаточно крадут их, так что надеяться на чисто кражу в ряду. Ну почему? Вначале... Нет, ты знаешь, у меня нормально они крали. Где-то раз в 12 ходов. Тем более у меня сидело у вас троих у всех. У каждого потехи спереть. Почему нет? В принципе, да. Ну под конец, когда уже все сжигаются, уже... Я убил это одну теорию спер. Вообще просто, ну ничего себе, прикольно. Мне кажется, ты уверен, что нет, кто шпион кого-то убивал? По-моему, я не так он не прокачался за всю игру. Я уверен, я уверен, что первого моего шпиона у тебя меня просто убили, я решил к тебе не сажать. Вот и все. У меня всю игру, что ты релеет. Они уменяли? Потому что он был китайского. Ну, тебя тоже убили, ну, у всех убили. У русского, по-моему, только не убивали, но я у меня к русскому просто не было. Я тогда еще не садил. Никто и не сидел вообще. У меня всю игру с ней сидел шпион в Москве вообще. Ну, в Москве ни одного шпиона не сидел. Акблотека не садил. Не, ну, я там какой-то какой-то тоже потом сидел. И у тебя тоже что-то воровал, когда стало три шпиона. Так что нормально вот тоже был вариант шпионами хоть что-то урвать. Поэтому и не отставал я сильно по науке. Ну что, заканчиваем обсуждение. Вайпер с победой поздравляем. Да, поздравляем. Многострадальная игра все-таки закончена, как мы все-таки, блин, ее челестерник к звездам, сколько загрузок, сколько всяких рассинхронов. Наверное, самая такая тяжелая игра в этом плане была. Но довели до конца сила духа. Да, блин, если выложу, наверное, видео от себя, это будет вот последнее, особенно после войны. Меня, она меня вообще сбила. Там просто, значит, такие действия. Аля, аутист какой-то играет, что-то кликает наугад. Там покликал, здесь покликал. Я вообще не понимаю. Я в какой-то момент вообще запутался и понял, что я вообще какую-то хрень делаю и убиваю жителей у себя в городах. Тяжело воевать на несколько фронтов, согласись. Ну вот воевать, да, а после войны вообще там такой трэш у меня происходил в городах. Я реально мог на много ходов раньше, ну не на много, но на ходу 3 раньше улететь. Я столько вот просто косяков, просто косяк на косяке и косяком погоняюсь. Вот у меня такая же точная фигня и вообще во всех смыслах, знаешь, не только мелкие косяки, а даже вот тактические гигантские просчеты были во всех трех вот этих партиях, которые были в турнирной игре. Я просто настолько, я первую игру просто бездарно отдал, просто слил абсолютно. Вообще просто выкинул ее. Во второй игре я сидел, отсиживался, 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 вместо того, чтобы что-то сделать. Потом думал, какого хрена? А в третьей игре там вообще блин, ситуация вот ну просто вот мне не хватит, ну как вот обычно, знаете, бывает одного хода не хватает. Мне не хватило хода, чтобы подвести милишного юнита, чтобы захватить эфиопскую столицу. За это время Кецал захватил столицу Индуса. У меня чуть-чуть ну затормозилась война из-за этого и он захватывает и меня, и эфиопа, и всех, короче говоря. То есть вот в каждой игре ошибки, которые стоят просто вот такие очень поучительные. Да, да. Вот вроде бы она мелочь, там молоточка не хватило, там оттуда-сюда, в итоге вот хоть два решила и... Привет, это... Ну все, спасибо за игру, до следующих пересечений тогда. Спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok